доброе утро сладенькие доброе утро мои друзьяшечки и вы снова на канале просто богини но сразу же прошу вас подписаться если вы еще этого не делали и конечно же ставьте лайки и комментируйте активно ну или дизлайки это по-любому поможет развить мой канал а сейчас мы с вами позавтракаем и у меня сегодня изглительный завтрак сегодня у меня вот такой прекрасный полноценный завтра это рыбка белая рыба запеченная в духовке с обжаренным луком специями и морковью салат и свежих овощей помидорчики огурчик на рынке куплены а вся зелень из моего огорода и запеченные овощи есть наш парадик я их просто запекаю они такие классные получаются в духовке ну что ж приятного аппетита всем друзьям худейте вкусно то у меня такой трепет в душе такое ощущение что я еду на первое свидание в своей жизни вы не поверите сегодня открыли один из спорт клубов которые я хожу качалочка открылась я приехал заняться спортом и я так хочу туда попасть надеюсь я попаду надеюсь я все правильно поняла все правила прочитала которую не привела сейчас узнаем ох как я хочу туда как я хочу туда в качалку железики потягать миссии а миссии ангон нити да открылся спорт клуб и мы будем заниматься мы будем заниматься активно радость как на первом свидании кстати не забыть про дезинфектор миссии 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 но стыдно показать на каких весах не буду вам показывать сегодня с какими весами я работаю ну ладно первая тренировочка после карантина закончила свою первую тренировочку тяжковато реально тяжковато батарейка садится достаточно быстро вышла из дима и знаете я убила все свои задние мышцы бедра попку я в основном делала сегодня на ножки 40 минут кардио и я проработала короб с роликом на гравитроне упражнение то есть брусья и подтягивалась и сделала такой большой вывод что постоянно когда ты дезинфицируешь тренажеры и дезинфектор попадает на твои ручки начало сохнуть конкретно кожа на руках и я поняла что следующий раз я одену просто резиновые перчатки и это будет выход из положения вот ну что ж сниму завтра себя как и себя чувствую расскажу вам о каррифатуре в моих мышцах я просто уверена что она будет может даже завтра вечером больше мой обед три ложки белого риса уже отваренного салат из свежей зелени и огурчика тут лучок листья салата домашние и огурчики главное блюдо мяско куриная грудка с обжаренными овощами и 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 Второй. Я, как обещала, сегодня одела в джим перчатки. Вот я одела резиновые перчатки, и это был очень хороший выход из положения, потому что в прошлый раз мои ручки очень сильно почувствовали химию на себе, а сейчас все было окей. Скажу, что большой крепатуры в бедрах и в попке я не чувствовала. Наверное, чувствовала в основном пресс и бока после прошлой первой тренировки. А сегодня у меня была проработка мышц рук и спинки. И сегодня сложнее, чем вчера. Вчера было как-то такой, знаете, настрой психологический, а сегодня как-то уже так сложноватенько было. Но я это сделала. Хеллоу-хеллоу, ребята, как вам львеночек сегодня? Я расплыла косы и приехала в свой любимый магазин в Миндалу Максиму. Здесь я не была уже месяца так, наверное, с раздельских каникул, потому что этот магазин далековатенько от моего дома. Но сегодня надо купить некоторые эксклюзивные вещи, которых не купить в простых магазинах, и поэтому приехали сюда. В Максиму. А Максима, это для моих русскоязычных друзей, это сеть таких супермаркетов, которые одни из самых, наверное, известных прибалтийских странах. Видите, зовут супер-русский язык. Сейчас мы пойдем купить некоторые вещи. Кстати, в Литве уже неделю как не обязательно носить маски на улице. Но в магазин надо ходить в маске. И насколько меня эта маска спасает, многоразовая львая масочка, я ее мою каждый день. И не надо тратить кучу денег на одноразовую. Ну что ж, оденем масочку и вперед. В первую очередь мне надо купить самый эксклюзивный продукт в карантин. Туалетную бумагу. Коренную грудку. Одна штука. И еще мне нужен азиатский отдел. А еще посмотрю креветки. Вот креветочки, я думаю, мы возьмем. 15-35 килограмм. 300 грамм креветок. 4 еврея. Дороговато. Очень дорогой суп будет. Там, кстати, в рыбном отделе можно выгодно сегодня купить лосось. За килограмм 5 копейками. Ну, почти 6 евро. Но факт в том, что нужно брать целый лосось. А это будет килограмма 3. Дороговато. Хочется лосося, но надо чуть повременить с такими покупками. азиатские отделы. Азиатские отделы. Сейчас нужно найти специальную приправу для белого китайского супа. Возьмем сказать. Ребятушки, как я обожаю вот эти вот снейки из водорослей. Вы любите такое? Идите вы ли такое? Но, к сожалению, это тоже слишком дорого сейчас. Надо тоже повременить. Вот. Вот оно. Вот это вкусняшка. И знаете что? Я, наверное, даже возьму две. Потому что в этом районе, где я живу, такое не купишь. Да, возьмем две. Возьмем. Вот еще попробовать такое. Ну, почему девочки такие девочки? Вот пришла за одной прибравой. А хочу купить все. Девочки, что с нами не так? Почему мы такие ненормальные? Непонятно. Кидаем в корзину. Еще бы поискать соус терияки. Друзья, вы меня вообще слышите? Еще все-таки я решила, что хочу взять терияки соус, но с терияки соусами как-то проблематично. Я брала такой, и обычно он меня устраивал. Есть какой-то очень дешевый. Почему? Почему? Может попробовать этот? 150 миллилитров. Наверное, я рискну и попробую такой. Ну, не знаю. Экономить, так экономить. Попробуем. Друзья, подходим к моему любимому отделу для ППшников. Вот есть целый отдел в этом магазине. И мы здесь, что будем искать? Мы здесь будем искать чай мачо. Да. Сколько здесь прикольных товаров для веганов, например. Что хочешь есть? Сыры без молока. Сыры без молока. Как же их много. Йогурты без молока. Хумусов. Посмотрите, сколько хумусов. Целая полочка. Сосиски. Веганские. Что меня всегда приколит. Зачем веганам сосиски? Непонятно. Хорошо, ищем мачу. Мачу, 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 мачу. Сколько батончиков. О, кстати, с акциями. Ну, все, пипец. Схоже, она попала в магазин, в который мне нельзя. Особенно, если я только что получила зарплату. Что же мы посмотрим? Мы посмотрим в соленую карамель. Черт возьми, это мы возьмем, наверное. Мы сейчас посчитаем БЖУ. 204 калорий, 55 граммов. И такую соленую карамель возьмем. И здесь, кстати, 33 прут белка. Возьмем. Еще возьму малиновый. Возьмем. Возьмем. Я нашла мачу, но это напиток. Это не чистый чай мачу зеленый, который я использовала до того. Но думаю попробовать. Здесь кокосовый сахар, экологичный кокосовый сахар, экологичное кокосовое молоко. Попробую. Ну, ладно. Макароны из зеленого горошка. Очень прикольная вещь. Макароны из нута. Макароны из чечевицы. Мои самые любимые. И макароны из бобов. Черных бобов. В этом отделе еще сделано такой маркетинговый ход. Здесь поют птички. Это прикольно, потому что создается такое впечатление, что ты где-то на природе. Мне нравится. Да. Прикольные помидорчики. Кстати, нам нужна морковь. Вот возьмем морковь. Ребятки, хочу вас познакомить еще с двумя очень полезными продуктами. Это фиолетовая картошка. Она очень хорошая тем, что это диетический продукт, который практически не содержит крахмала. И еще одна вещь. Тапунамбур, по-моему, его называют. Или земляная груша. Это очень известный продукт в старославянской кухне. И он был долгое время забыт. И сейчас его находят заново. Он очень вкусный. Чем-то похожий на картошку. Можно взять с него чипсы и всякие гарнирчики. Но есть один неприятный факт. Он не каждому подходит. В огне он не подошел. Меня жутко от него пучит. К сожалению, я совершенно не могу его кушать. Он жутко вкусный. Но у меня просто какой-то взрыв получается от него. Хорошо. Ну что еще? А, рисовые хлебцы. Нет, лимон. Я забыла лимон. Вот лимончики. Возьмем пару лимончиков. Без лимончиков никак. Ну и еще чуть-чуть из серии вкусняшек. 80% будет горьковат. Я думаю, 60%. 70%. 85% уже слишком горько. Ну, наверное, возьму шагетный попробовать. Для моих мужчин. Молочные. Сколько жиколада. Ладно, я дойду наконец-то до рисовых хлебцов. Или это сегодня не в моих силах. Для тыквенного супа возьмем тыквенный рисовый хлеб. Валя. Идем быстрее на кассу. А то мне явно не хватит. Это что такое? Это что такое? Что это за чипсы новые? Смотрим, что здесь. 386 калорий на 100 грамм. Это уже хорошо. Белка 13,6. Неплохо, неплохо, неплохо. Нет. Иди на кассу. Ну что, ребята, и теперь самая сложная работа. Выбрать туалетную бумагу. Хорошую. Очень хорошую. И не самую дорогую. Это вечная проблема, потому что иногда туалетные бумаги, цены на туалетную бумагу меня просто поражают. Можно купить 2 килограмма мяса или туалетную бумагу. Что же выбрать? Сегодня какая-то акция 25 центов. Получается одна вот эта штучка. Один рулончик. В упаковке 8 рулончиков. Евро 99. С трехслойной. Восьмую. Сегодня 40% скидка на все... На всю химию. И поэтому, я думаю, что мы еще возьмем пшикалку. Аэрозоль. Домой. Вот эти я люблю. Амбипюр. Апельсинчик, лимончик. Беру вот этот. И что мы сделали? Мы застряли. Потому что я долго думаю, хватит ли мне денег. Но очень выгодно. 50% скидка. Ешкин кот. Надо брать. Для посуды маки. Лимончик. Пласкиватель надо взять. Возьмой пласкиватель, потому что 40% скидка. Возьмем какой-нибудь ленор. Я люблю леноры. Я не смогла определиться. И выбрала два варианта. Вот такой. Морнинг. Деу. Розовый. Флор Романс. Блин. Войдет больше. Надеюсь, мне денежек хватит. Выхожу я, значит, из магазина. А тут такой ливень, что можно не то, что под дождь попасть, а можно еще и душ принять было бы. С этой всей химией. Ленорчика так на волосике. И прекрасный душ. Но был бы он после качалки. А сейчас я еду наоборот. Сейчас я еду на спорт. Значит, вот такой чек у меня получился. Совершенно неожиданно. Я не собиралась столько покупать. Я думала, что в 20 евро я уложусь. Куплю только экклюзивные вещи, которых не купишь у нас в этом районе, где я живу. Но еще была 40% скидка на химию, как вы видели. И я приобрела то, что нужно для моего дома. Вот такой чек. Скидка на химические товары 16,48 евро. Всего сумма 32,76. Плюс 6,88 ПВМ. А ПВМ в Литве 21%. Ну, это для моих зрителей, которые живут не в Литве. Чтобы вы знали, у нас ПВМ 21% идет совершенно на любой товар. Не важно, ты покупаешь шампунь, машину. Огурец, помидор или мясо, или молочные продукты, ты плачешь 21% ПВМ. Знаю, что в некоторых других странах ситуация обстоит по-другому. И в итоге чек получился на 39,64. Вот такой вот расход на сегодняшний день. Как вы реагируете на скидки в магазине? Вас они злят, потому что вы приходите за одним товаром, а в итоге распускаете намного больше денег, потому что покупаете еще другой товар. Но меня не так просто, так скажем, развести. Если бы это была бы скидка на одежду, я бы точно не купила бы. На косметику я тоже бы не купила, потому что я покупаю только тогда, когда мне что-то нужно. А у меня вся бытовая химия уже заканчивается, она мне реально нужна. И вот, почему бы не купить? Я собиралась это сделать на этой недельке. Вышла на один день раньше. Вот, слава богу, у меня были денежки еще на карточке, не только наличкой. И я приобрела. И в итоге скидка 16 евро на бытовую химию, мне кажется, очень классная. Обычно бы заплатила бы больше. И в этом есть плюс. И иногда выискивать эти акции в магазине очень даже выгодно. Да, я рада. Я рада, что так получилось. Ну что ж, с вами была просто богиня. Мы, я думаю, закончим этот влог. Влог этот раз будет о спорте и о покупках в магазине, одном из самых популярных магазинов Максима Литвы. Всем здоровья и любви. И подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, комментируйте активно. Ну, вы все знаете, да, ребятушки? Вы же все знаете, что надо делать. Так что будьте активными моими зрителями. Пока!